Всем здравствуйте! С вами последние новости. Средства массовой информации пишут о том, что скандально известный Виталина Цымбалюк-Романовской снова напомнил о себе. На этот раз ее видели вместе с Прохором Шаляпиным. Журналы вновь стали пестрить фотографиями Виталины в компании Шаляпина. Журналисты следят за этой парой, чтобы сделать эксклюзивный снимок. Соседи Виталина рассказывают, что Прохор постоянный гость в ее доме, да и сама девушка этого не скрывает и говорит, что в гостях они вместе музицируют. Поклонники теряются в догадках, не могут понять, как они называют друг друга, ведь в паспортах обоих написаны другие имена Виктории и Андреи. Эксперты говорят, что это пиар-акция. О том, что Шаляпина и Виталина будут сватать, было известно заранее. Этой информацией Эллен Мазур поделилась в мае этого года. У Виталина подписан контракт с Первым каналом, в котором прописано проведение нескольких десятков эфиров с ее участием. Поэтому стоит ожидать продолжения шоу. Эта новость поставила в тупик редакторов ток-шоу, пусть говорят. Ведь теперь им нужно придумать новые сценарии для передачи с участием Виталины. Редакция Первого канала заплатила Шаляпин 10 миллионов рублей, чтобы тот сыграл влюбленного, а позднее, возможно, брак с Виталиной. Известно, что вначале кандидатур Шаляпина не рассматривалась. На его месте мог оказаться Тимур Еремеев, который является новоявленным сыном покойного Спартака Мишульна. Но тот не захотел стать героем этого скандала. Виталина с удовольствием стала главной героиней этой игры. Фанаты шутят на тему отсутствия информации о том, что этот роман нужен для того, чтобы прибрать к рукам музей Шаляпина. В ответ Виталина заявила, что давно вывела все денежные средства в офшоры и собирается вместе с Прохором покупать дом в Монако. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. А с вами были последние новости. Субтитры сделал DimaTorzok